Вот сюда вот мы приехали, в Подерсдорф, Амзее, локация, и вот здесь дорожка пошла. И они, представляете, сделали три тысячи дорог для велосипедов. Такое количество даже представить невозможно. Это расстояние полуроссии можно. Модная фиолетовая команда. Фиолетовая команда. Фиолетовая команда, да. Там ребята отдыхают за кустиком. А вот и беда-беда. Короче, что произошло, рассказываю. Как это получилось? Видите, сорвало полностью. Я вот этой веревочкой тянул дочу за собой, чтобы она хотя бы в темпе в нашем ехала. Но ей было тяжело, она устала. И потом она говорит, ну все, я больше не хочу с веревочкой ехать. И я взял, отпустил веревочку, и веревочка сюда намоталась. На вот эту штуку, на каретку. Тут же все ее оторвало с мяса. Вот такая вот фигня. У меня, короче, въел, наверное, полностью. Я не знаю, если смогут приварить вот эту вещь. Здесь все помялось. Все прям испортилось. Прям сильно переживаю, что не получится приварить. В общем, завтра в сервис. Послезавтра будем смотреть, что с ним делать. Короче, остался я на какое-то время без вела. Короче, как мы сделали? Мы ехали втроем на великах. Велик сломался. Тащить его получается невозможно. Я хорошо был на три велика. На мамину велике. Загрузил его. Поехал на парковку. Где-то километров 6-7. Ну, за полчасика я доехал. Даже быстрее, наверное, на полную скорость. Загрузил на прицеп его. Приехал сюда. Хорошо тут было место. Это, кстати, очень повезло. Дали, согласились, нам повезло, что это место позволяло подъехать на машине. Да, что большая редкость. Кстати, парки едут. Что большая редкость. Я на машине сюда приехал. То есть место вообще уникальное, что здесь есть и парковка для машины, и трасса проходит. И машины могут ехать, и велосипедисты. В основном так не бывает. Либо отдельно машины, сами понимаете, либо отдельно дело. Вот. Короче. Сейчас небольшой будет у нас перекус. И поедем дальше. Друзья, а ведь это не в море. Это Нойзитлерзея. Смотрите, какая красота. Берега почти не видно. Солнце заходит. Скоро будет закат. Там даже маяк есть. Маяк. Ну, наверное, единственный, кстати, маяк на этом озере. Такое самое главное, большая деревня. Тишина, покой, красотища. И над этим озером самолеты постоянно летают. На посадку в Вену заходят. Сейчас только что грузовик проветел. Грузовой самолет из-за Алматы в Вену летит. Карга. Сейчас пойду попробую воду на температуру. Но искупаться не получится. Вода, конечно. Она не то, что мутная. Она какая-то мучит. Белая мучит. Что это такое, непонятно. Но полежать, отдохнуть, позагорать прикольно. Травка такая вот. В общем, что я хочу сказать. Как умеют люди классно организовать пространство вокруг, казалось бы, простого, некрасивого визуально озера. Именно вот инфраструктуру вот эту вот делают, которую можно потом привлекать туристов. И детей, и родителей, и там, и пенсионеров. То есть все, наверное, может быть, кроме там молодежи, которым нужны ночные клубы. И вот этого, может быть, нету. Скорее всего. И то не факт. А вот детскую площадку какую сделали громадную. Тут территория гектар, наверное, детской площадки. Это поразительно. Так, уговорили меня в трубу спуститься. Не знаю, что с этого получится. Ну, попробуем проехать. Посмотрим. Погнали. Короче. Как это было? Рассказывай. Я говорю, я не поеду. Нафиг, нафиг. Милешка такая говорит, я тоже боюсь. А потом такая Милеша говорит, короче, пап, пап, говорит, я тоже сначала, говорит, боялась. Пойдем вместе, говорит. Ладно. Я, говорит, помогу тебе преодолеть страх. Шестилетняя дочь, говорит, преодолеть страх. Я, говорит, полез в трубу. Ну, короче, я расперся в этой трубе полностью, чтобы не разогнаться. Потому что было немножко больше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok